Здравствуйте, дорогие друзья! Я хотел бы прокачать тормоза на машине 21099. Что нужно для этого делать? Вот здесь посмотреть бачок, где находится жидкость тормозная. Налить до максимума, вот здесь до максимума жидкость. Потом, для того, чтобы прокачать тормоза, нам желательно иметь такую систему. Вот здесь у меня имеется баночка небольшая, ну, от подручной сестла, от уксусной красоты баночка. Это шланг такой прозрачный, желательно прозрачный такой. Этот натягивается на цилиндр, где выходит жидкость, вот этот конец мягкий. И имеется восьмой ключ, такой восьмой ключ. А с этой стороны медная трубочка, она чтобы отсюда не выпала, чтобы тяжелая была. Вот такая система у нас должна иметь. Дальше. Процесс прокачки тормозной системы. Там имеется два, ну, несколько процессов тормозной системы прокачки. На 99-ке я узнавал, спрашивал. Говорят, сперва идет заднее правое колесо, потом переднее левое колесо. Третье идет заднее левое и четвертое переднее правое колесо. Нужно прокачать. А есть такая система, которая, если вдруг мы последовательности машины не знаем, там нужно прокачать, именно если мы возьмем, первое идет заднее правое, второе нужно прокачать левое заднее, третье нужно прокачать правое переднее, и четвертое нужно прокачать левое переднее. Это последовательность, которой, ну, практически все машины подходят. Если вы вдруг не знаете последовательность, по этой последовательности, если прокачать тормоза, то ничего страшного не бывает. Вот мы спустились в яму, здесь получается у нас заднее правое колесо, вот здесь находится трубка к тормозному цилиндру, отсюда идет жидкость к тормозному цилиндру, а тормозной цилиндр находится под барабаном, а здесь имеется выход для прокачки тормозов. Сверху находится резиновый колпачок, мы его снимаем аккуратно, я заранее вытачкой обработал, чтобы легче было его открутить. Вот поставлю сюда нашу половку, восьмой ключ, получается против часовой стелки она освобождается, а по часовой стелке она закрывается. Как мы сказали, с этой стороны у нас резиновый шланг, вот этот резиновый шланг находится, вот этот резиновый шланг натягиваем на выход из цилиндра, где у нас должна выходить разная жидкость. Сейчас второй напарник у меня находится за рулем, на педаль будет нажимать где-то 5-6 раз и держать. В этот момент я буду расслаблять полт, где находится жидкость у нас, отсюда будет проходить жидкость. Сейчас попробуем, посмотрим как получится. Давай качай. Вот он у нас находился в закрытом виде, в закрытом положении, а там прокачали где-то 5-6 раз, сейчас держит тормоз, я освобождаю, вот открываю. Видите, отсюда проходит жидкость, здесь у нас находится воздух, я его опять-таки закрываю. Давай прокачай. Вот уже прокачал, держит, я здесь открываю опять, здесь смотрим. Видите, воздух еще. Вот, закрываю опять. Давай качай. Видите, с пузырьками идет. Держишь? Открываю. Медленно. Вот видите, проходит воздух. Вот. Проходит воздух. Сюда у нас, вот-вот-вот-вот-вот. Сейчас подержим. Давай еще раз качай. На этот раз должно быть аккуратно. Держишь? Да. Сейчас я ослабляю. Вроде на этот раз аккуратно. Давай еще раз. Пару пузырьков еще осталось у нас. Закрываем. Давай еще раз качай. Здесь жидкость без пузырьков должна пройтись полностью. Вроде прошел. Давай контрольный. Здесь видите, жидкость набирается в баночке. Давай. Там тоже открываем. Пошли. Пошли. Вот у нас уже чистый проходит. Никаких пузырьков нету. Так должно быть. Должно быть. Отпусти. Не должно оставаться в слонге никаких пузырьков. Только чистая жидкость. И все колеса так важно быть. Сейчас. Другие колеса тоже сделаю. Потом продолжим видео. У нас передняя левая сторона. Вот здесь у нас имеется цилиндр. Ухот жидкости. Вот открутил. Я расслабил. И вот расслабил. Сейчас натянем. И прокачаем. Посмотрим, может тут тоже воздух есть. Ушла. Тянул шланг. Сейчас затянул. Давай. Качай. Все. Сейчас посмотрим. Читкость, сколько у нас. А ну прокачай. Все. Давай. Вот. Вот, вот, вот. Воздух есть. Давай, качай. Давай, качай. Давай, качай. Воздух имеется. Таким методом, способом, нужно выводить воздух. Воздух. Во время прокачки нужно обязательно контролировать уровень жидкости в этом бачке. Тормозной системе. Если у нас ниже минимума упадет уровень, то отсюда может тормозную систему попасть в воздух. И из-за этого нам надо будет обязательно заново всю систему прокачать. Чтобы этого не было. Чтобы этого не было, нам что нужно делать? Нам нужно контролировать и все время, когда уменьшается ниже максимума, не доходя до минимума, все время нужно доливать жидкость до уровня максимума. Если чуть выше будет, то во время прокачки особо ничего страшного нету, но ниже максимума не должно быть. Нужно закрутить крышку и прокачать, потом опять таки доливать, закрутить и прокачать. А после прокачки тоже нужно долить, если уменьшился уровень жидкости, но только выше, желательно не выше максимума. На уровне максимума это хорошо. Если выше будет, то лучше шприцом высосать до уровня максимума жидкости. Спасибо за просмотр. До свидания. Прошу строго не судить. Если есть какие-то ошибки, исправляйте, пожалуйста. Ставьте лайки. Подписывайтесь.